РАМСЕС ТРЕТИЙ РАМСЕЙ ТРЕТИЙ Таким способом монархи пытались убедить всех и каждого, что при их правлении в стране царила абсолютная гармония. Однако это взгляд на историю лишь с одной стороны – глянцевой. Но теперь у нас появился шанс увидеть и оборотную сторону, которую фараон не желал афишировать. Благодаря случайной находке древних документов мы можем приоткрыть завесу официальной пропаганды Рамсеса Третьего и познакомиться с реальной, не всегда гладкой жизнью фараона. Нам невероятно повезло, что эти записи сохранились. Мы узнали о том, о чем умалчивают предназначенные для потомков надписи на каменных монументах. Это бесценные свидетельства того, что происходило в стране на самом деле. Хроника повествует о реальных событиях правления Рамсеса Третьего и показывает нам фараона совсем не таким, каким он хотел предстать миру. Он вовсе не был богом на земле. Он был обычным человеком. У него тоже бывали неприятности, и в конце концов он погиб в результате заговора. Рамсес Третий – легенда и реальность. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ В конце 19 века на рынке антиквариата в Египте неизвестно откуда появилась целая подборка папирусов. Их извлекли из тайных хранилищ и быстро распродали богатым западным коллекционерам, падким на такие редкости. Папирус очень недолговечен, поскольку при высокой влажности он просто сгнивает. Большинство папирусов хранилось в городах, а города струили там, где вода, у реки. Вот они и не сохранились. Поэтому то, что писали на папирусе, не предполагалось сохранить на века. Это обычные повседневные записи, а от них не то, о чем следует помнить потомкам. Документы по самым различным юридическим и административным вопросам переносят нас в центр бурных событий, происходивших в дни царствования Рамсеса Третьего. Информация, содержащаяся в этих документах, настолько убедительна, что теперь фараоны Древнего Египта предстают перед нами в совершенно ином свете. Рамсес Третьий пришел к власти в 1184 году до нашей эры, после внезапной безвременной кончины отца. Политическая обстановка на Ближнем Востоке в то время была очень нестабильной. В этих условиях Рамсесу Третьему предстояло управлять страной. Скорее всего, он не был готов к тому, чтобы стать правителем. Есть основания считать, что он был военачальником. Он готовился возглавить армию, но не государство. Но судя по монументам, которые он воздвиг, чтобы прославить в веках свое царствование, Рамсес явился достойным продолжателем великих фараонов, при которых Египет достиг расцвета. На его плечах лежала ответственность за благосостояние всей страны, и он обладал достаточной властью, чтобы поддерживать порядок во всем. В Древнем Египте фигура фараона имела огромное значение, поскольку он являлся посланником Бога на земле. Основной его задачей было установить такой порядок, который уважали бы все его подданные. Следовало любой ценой избегать беспорядков, так как беспорядок был синонимом возвращения к изначальному хаосу. По обе стороны от Рамсеса стоят два бога – Хор – бог порядка, и Сетх – бог хаоса. Древние египтяне представляли мир, как поле битвы между этими двумя силами. Они испытывали неприходящий страх, что мир вновь будет ввергнут в пучину хаоса. Если фараон не справится со своей миссией, мир распадется на части. Поэтому для Египта было жизненно важно, чтобы в этой борьбе победил фараон. Если монархия в Египте падет, тут же начнется кровавая резня в борьбе за власть. Способ, каким Рамсес III пытался бороться с хаосом, позволяет увидеть под маской живого бога вполне реального человека. Как и все фараоны до него, он воздвигал свои статуи, но они отличаются от статуй других царей. У нас есть свидетельство того, что они были покрыты магическими заклинаниями. В этих заклинаниях фараон обещал вести себя, как лев, отгонять злых демонов и богов и защищать невинных и добродетельных египтян. Насаждая свою идеологию, Рамсес III возвел этот грандиозный храм в Мединат-Абу. Тем самым он начал доказывать Египту свою способность оградить страну от сил хаоса. В отличие от папируса, повествующего о безоглядной вере в магию при дворе, в храме речь идет совсем о другом. На стенах высечены изображения иноземных воинов и диких зверей, а в центральной части доминирует изображение фараона. Он выступает гарантом безопасности Египта от всевозможных опасностей. На наружных стенах мы видим разнообразные сюжеты, в которых фараон побеждает силы хаоса и зла. Враги Египта показаны лишенными мужского достоинства в прямом смысле слова. Здесь есть картины, на которых пенисы и правые руки врагов свалены в кучу. Это делалось не только для подсчета количества убитых, но и для того, чтобы уничтожить врага магическими средствами, причем разными способами. Понятно, что если отрубить врагу правую руку, он не сможет воевать против тебя. Если отрубить ему пенис, он не сможет продолжить рот и произвести на свет новых врагов. «Я сделал так, что жены Египта могут свободно ходить, куда пожелают, ничего не опасаясь». Так что этот храм увековечил его как великого хранителя порядка в Египте и борца против хаоса. Рамсес III создавал миф о себе как об одном из величайших египетских фараонов-воинов. Начиная войны, египтяне всегда преследовали экономические цели. Война являлась дополнительным источником доходов, помимо тех, что монарх получал от своих подданных. Чтобы государство процветало, необходимо было воевать. Но высеченные на камне письмена говорят всего лишь часть правды. Эти высокие стены вокруг Мединет-Абу свидетельствуют совсем о другом. Все войны, которые вел Рамсес III, были вызваны нападениями извне. То есть стены возводились с оборонительными целями. Безусловно, доходов такие войны не приносили. Надписи в Мединет-Абу не упоминают о том, что Египет постоянно подвергался нападениям. Во времена правления Рамсеса III ливийцы, извечные враги Египта, неоднократно совершали набеги на его территорию. По сравнению с пустыней, в которой жили ливийцы, Египет был страной изобилия. Они мечтали о том, чтобы завладеть плодородными землями соседа. На самом деле, Рамсесу III ему так и не удалось разгромить ливийцев. Раз за разом они продолжали нападать на Египет на всем протяжении его царствования. Однако надписи в Мединет-Абу говорят об этой войне как о победоносной. Рамсес III вел весьма избирательную летопись событий. Из различных документов нам известно, что Рамсес III был вынужден построить защитные стены вокруг храмов в пяти городах Центрального Египта. Стены должны были сдерживать ливийцев, нападавших на храмы. Рамсес III продолжал греться в лучах славы своих предшественников. Само имя фараона служило напоминанием об Илон величии Египта. По всей вероятности, он и сам чувствовал потребность быть достойным своих предков. В Египте уже был период, когда страной правил человек, который больше, чем кто-либо другой, мог называться образцовым государем. При нем беспорядок и хаос, казалось, были изгнаны навсегда. Его звали Рамсес Великий. Он правил долго, 67 лет. Фараон очень много воевал, и все войны, если верить официальным сообщениям, были победоносными. По всему Египту установлены памятники, которые должны служить доказательством величия его подвигов. Такому монарху, как Рамсес Третий, действительно следовало бы брать с него пример, ведь он взошел на престол совершенно неподготовленным. Рамсес Третий должен был стать достойным наследником одного из величайших фараонов, которых когда-либо знал Египет. Все знали, что Рамсес Великий выиграл битву при Кадеше, заключил мир с кеттами и возвел больше памятников, чем любой другой правитель за всю историю Египта. Рамсес Третий даже на стенах собственного храма в Медин-эт-Абу, казалось, не мог соперничать с великими фараонами прошлого. Внимательно изучая памятники, можно узнать весьма важные подробности истории. Часто отсутствие информации говорит больше, чем сами надписи. Судя по тому, что здесь замалчиваются важные сведения, при дворе Рамсеса Третьего происходило нечто весьма необычное. Похоже, он никак не мог выбрать из своих жен ту, которая стала бы главной царицей. Это видно потому, как изображен торжественный выход бога Мина, во время которого царица традиционно отводилась весьма важная роль. Однако здесь не указано ее имя. Похоже, что Рамсес Третий никак не мог решить, кому из своих жен отдать предпочтение при совершении церемонии. В египетской монархии роль царицы, а точнее, великой царской супруги, была очень важна. Царица воплощала в себе женский аспект божественной четы. Она принимала участие в важнейших религиозных церемониях, а потому тоже считалась богиней. Характерная и очень странная особенность Медины Табу. Ни на одном изображении фараона вместе с супругой так не названа по имени. То есть, такая крупная фигура, как великая царская супруга, была вычеркнута из истории Рамсеса Третьего. Интересно, что в папирусах часто упоминаются влиятельные женщины, которые плели интриги при дворе. Двор состоял из элиты населения Египта. Это были чиновники, которые служили фараону и фактически управляли страной. Можно представить, насколько жестокую борьбу за власть они вели. Не исключено, что всем фараонам постоянно приходилось быть на чеку, чтобы не стать жертвой заговора. Поскольку на стенах храма Рамсеса Третьего нет конкретного указания на великую царскую супругу, мы ищем другие способы определить, какая женщина была самой влиятельной при дворе. В одной из гробниц в долине цариц, относящейся к правлению Рамсеса Третьего, мы находим доказательства того, что, по крайней мере, одна женщина считала себя достойной носить имя великой царской супруги. В этой гробнице под номером 51 в долине цариц была захоронена царица по имени Исида. У нее головной убор из перьев гриф, а это отличительный знак божественной матери фараона. Титул божественной матери фараона носила та из жен, который был рожден старший сын, то есть наследник престола. Несмотря на отсутствие упоминания о ней на стенах храма, Исида, по всей видимости, была великой царской супругой Рамсеса Третьего. Это означало, что в должное время именно она родила Рамсесу Третьему наследника престола. Но Исида была не единственной женщиной, с которой был близок фараон. За титул великой царской супруги шла довольно упорная борьба. Я думаю, что роль царицы матери и великой царской супруги манила многих женщин по той простой причине, что это приближало их к фараону. Если вы из тех, кому нравится оказывать влияние на других, обладать хоть какой-то властью, вы стремитесь быть ближе к самому могущественному человеку в Древнем Египте. Как все фараоны, Рамсес Третьей не довольствовался одной женщиной. У него их были десятки. Все жены жили под строгой охраной в царском гареме, где и проводили время в ожидании, когда им нанесет визит фараона. Гарем – это особое женское учреждение, охраняемое место, где проживают наложницы фараона, его жены и дети, обособленная административная и социальная единица. Безусловно, помимо прочих, Гарем выполнял и так называемую сексуальную функцию. Время от времени фараон мог пожелать интимных отношений не с великой царской супругой, а с кем-нибудь еще. Тогда он приходил в Гарем и выбирал женщину, которая ему нравилась. Нередко женщины ссорились между собой. Ссоры могли возникать по самым разным поводам. Я думаю, не слишком трудно представить ситуацию, в которой оказывались эти женщины. Никто даже не замечал их существование, пока фараон не проявлял к ним интереса. У них было достаточно оснований для недовольства, для борьбы за власть, достаточно желания свергнуть фаворитку. Документы подтверждают, в среде приближенных к Рамсесу Третьему действительно были конфликты. В одном из папирусов, он оказался юридическим документом, содержится длинный список служителей всех ключевых институтов египетского государства. В списке упомянут даже хранитель царских покоев, которому фараон безусловно доверял. В тексте также названы хранители Гарема. Список продолжает военачальник, писцы из дома жизни, откуда были украдены важные документы, касающиеся жизни фараона. Но два человека из этого списка занимают особое место. Во-первых, это женщина по имени Ти. Она единственная женщина, упомянутая в тексте. Судя по документу, у Тии был очень высокий статус. Позднее ее имя встречается в тексте еще раз в связи с человеком по имени Пентурет, который, и это самое интересное, назван сыном женщины Тии. Имена Тии и Пентурета не упоминаются ни на одном из сооружений, возведенных Рамсесом Третьим. Эти загадочные фигуры не должны были попасть в официальную историю. Однако, из папируса видно, что они были весьма заметными личностями. Указание на высокое положение Тии содержится в самом имени Пентурет. Пентурет означает «Рожденной Великой Женщиной». Титул Великой Женщины относится к Тии, что само по себе говорит не только о ее высоком положении, но и о том, что она, вероятно, была одной из жен Рамсеса Третьего. Имя «Рожденной Великой Женщиной» вместо имени собственного может означать, что она имела большое влияние при дворе. Тии была матерью одного из его сыновей и, видимо, хотела, чтобы тот наследовал престол Рамсеса Третьего. Случись так, в ее руках оказалась бы огромная власть, но такое могло произойти только в том случае, если бы она имела титул Великой Царской Супруги или если бы на престол взошел ее сын. Умереть, не назвав наследника, означало пробудить силы хаоса. Для Египта наступил критический момент. Рамсес Третий должен был действовать решительно. Согласно свидетельствам, найденным в храмах Карнака, фараон сделал свой выбор. Эта надпись интересна тем, что царевич Рамсес назван здесь старшим из ныне живущих сыновей фараона. Именно по этому праву и был объявлен наследником в последние десятилетия правления Рамсеса Третьего. В то же время царевич носит титул верховного военачальника. А нам известно, что этот высокий титул делал его самым могущественным после отца человека в стране. Эти надписи провозглашают, что Рамсес Четвертый официально объявлен наследником престола. Это значит, что его мать Исида действительно была великой царской супругой. Но свидетельства из другой гробницы в долине цариц еще больше запутывают эту историю. Мы в усыпальнице, где был захоронен сын фараона. Его личность нетрудно установить, так как в тексте приводится его имя. Он был сыном Рамсеса Третьего и, что самое главное, старшим сыном фараона. Но упомянутый старший сын Рамсеса Третьего совсем не тот, кто впоследствии стал Рамсесом Четвертым. Тем не менее, надписи на стенах усыпальницы свидетельствуют о том, что его мать была выдающейся фигурой. Перед нами изображение царицы, но это не царица Исида. И тем не менее, она божественная мать фараона, которая одновременно была и великой царской супругой Рамсеса Третьего, матерью старшего сына фараона. Таким образом, у Рамсеса было несколько великих царских супруг. В отличие от предшествующих фараонов, Рамсес Третий позволил нескольким женам, включая загадочную Ти, о которой говорится в папирусе, стать равномогущественными. Ти, безусловно, была великой царской супругой Рамсеса Третьего. Эта женщина родила по меньшей мере одного сына. И ее сыном был человек, который упоминается в папирусе как пентаурет. Не выбрав одну единственную жену великой царской супругой, Рамсес Третий посеял семена хаоса. Проблема наследования престола у египтян заключалась в том, что у них отсутствовало право первородства, при котором старший сын автоматически становился правителем. Как правило, им становился сын наиболее влиятельной царицы. Но Рамсес Третий так и не выбрал из своих жен одну главную. Он не расставил все точки над И. И это, конечно, привело к соперничеству между женщинами при дворе. Все они стремились стать избранными и, как следствие, строили козни другим возможным наследникам и их материалам. Построив величественные монументы, Рамсес Третий старался доказать всему миру свою силу и мужество. Но в действительности он был скорее человеком слабым и нерешительным, окруженным хитрыми и опасными женщинами. В последние годы правления его неуверенность в выборе наследника породила кризис и заговор. Пентурет вступил в сговор с Тией своей матерью, которая подбила и других женщин-гарема поднять восстание против своего господина. Насколько можно понять из сохранившихся документов, ее целью было собрать группу людей, которые поддержат ее, провозгласят ее сына законным наследником, а впоследствии правителем. Видимо, в планы входило убийство Рамсеса Третьего ради того, чтобы ее сын взошел на престол. То есть ставки были высоки. Пока заговорщики строили свои планы, Рамсес Третий был занят совсем другим. Необходимо было возвеличить свое имя и увековечить свою славу. В преддверии 30-й годовщины своего правления Рамсес Третий обратился с воззванием к народу устроить в его честь грандиозный праздник. Но простым людям было не до праздников. В это время на западном берегу Хив начались социальные и экономические волнения. Неподалеку от храма Рамсеса Третьего в Мединет-Абу находится Дейр-Эль-Медине город, в котором на протяжении сотен лет жили строители усыпальниц фараонов. Из папируса мы узнаем о том, что они не желали подчиниться администрации. Тем самым налаженная машина государственной власти стала давать сбой. Рамсес Третьей не имел никакого понятия об истинном положении и настроениях строителей. Его правление не принесло им ничего, кроме голода и нищеты. На 29-м году правления Рамсеса Третьего строители из Дейр-Эль-Медина устроили забастовку. Это была первая забастовка в истории. Основания для нее были вескими, еды не хватало, поставки были нерегулярными и люди испытывали беспокойство. Этот слой общества полностью зависел от государственного обеспечения. Без этих поставок строители не могли существовать. Поэтому они рискнули покинуть свои поселения и заявить во весь голос «Мы голодаем, мы умираем, сделайте что-нибудь». Дабы продлить жизнь после смерти, фараон нуждался в работниках из Дейр-Эль-Медины. Они должны были построить усыпальницу, которая станет его домом в загробном мире. Отсутствие продовольствия для них стало исключительно неблагоприятным событием. Голод и жажда довели нас до этого. У нас нет одежды, нет рыбы, нет овощей. Скажите фараону, нашему покровителю, чтобы он прислал нам пищу. Они вышли из своего города, перешли холмы и спустились к храму Мединат-Абу. Мединат-Абу был административным центром, расположенным к западу от ФИФ. Именно этот храм и примыкающие к нему постройки снабжали общину продовольствием и средствами. Когда поставки прекратились, они направили свое раздражение и гнев на храм. строители являлись важным звеном в системе государственной власти, любые беспорядки в этой общине самым непосредственным образом затрагивали интересы высших эшелонов власти. Поэтому забастовки, волнения и хаос, зародившиеся в небольшой общине, повлияли на широкий круг официальных лиц, составляющих элиту при дворе. Ничего подобного раньше в истории Египта не случалось. Но забастовки были всего лишь самым заметным признаком более глубоких противоречий. Египет был осажденной страной. Враги окружали его со всех сторон. Волнения, возникшие в государстве, выходили из-под контроля. Назревали проблемы со своевременной поставкой зерна и другого продовольствия, что говорит о глубоких экономических проблемах внутри Египта. Из другого источника становится ясно, что разного рода проблемы привели к кризису во всех слоях египетского общества. Далее в тексте говорится, что забастовки явились поводом для того, чтобы поднять и другие вопросы. Рабочие были обеспокоены преступлениями, которые совершались в окружении фараона. Не вполне понятно, что имелось в виду, но, видимо, речь шла о коррупции, которая вела к плачевным для монархического государства последствиям. В самый разгар волнений Рамсес Третий прибыл в Фивы, где планировалось провести юбилейные торжества. А в это время женщины Гарема готовили заговор. Одна из женщин, участвовавших в заговоре, тайно переправила письмо своему брату, который занимал высокий пост военачальника в Нубии, оккупированной египтянами. Она писала, если вы хотите взять власть в Фивах, то найдете здесь надежных людей, которые поддержат любой заговор. В папирусе утверждается, что кое-кто при дворе хотел направить магические проклятия фараона против него самого. Они принялись писать письма, лепить восковые фигурки и варить зелье, чтобы сделать сподвижников фараона слабыми или заставить их забыть о своем долге. Несколько заговорщиков названы по имени. Один из них был жрецом бога Анубиса. Жрецам полагалось владеть магическими приемами, так что и он обладал такими познаниями. Они лепили из воска фигурки, изображавшие преданных слуг фараона, которые охраняли его. Их, вероятно, связывали и, возможно, протыкали иглами или шипами. Так заговорщики хотели воспрепятствовать защите фараона. Ученые много спорили о том, где был осуществлен следующий этап заговора. Пьер Гранде детально изучил место раскопок дворца. Он уверен, что точно знает, где это произошло. Здесь находилась единственная дверь, которая соединяла гарем с остальными помещениями дворца. Она, безусловно, имела для заговорщиков стратегическое значение. Именно здесь необходимо было любой ценой отвлечь стражу, чтобы установить связь между гаремом и внешним миром. заговорщики знали, что по прибытии в Мединет-Абу Рамсес III остановится в гареме. Согласно Папирусу, пока продолжалась подготовка к празднованию юбилея, заговорщики продумали способ убийства фараона. В ряде текстов и особенно в двух упоминается факт использования магии и волшебных зелий в заговоре против фараона. Использование магических процедур, тем более ритуалов, похищенных у самого фараона, говорит о том, что зелья и заклинания играли заметную и очень важную роль в заговоре. И случилось это во время празднования торжественного выхода бога Мина и всеобщего оживления, когда прибыл он во дворец и направил стопы свои в гарем. Этот текст можно интерпретировать по-разному. Достоверно неизвестно, произошло ли что-то во время столь крупного праздника или только планировалось. очевидно, что в месте огромного скопления народа в атмосфере неразберихи легко возникает паника. С современной точки зрения праздник предоставляет идеальную возможность для покушения на фараона. На жизнь Рамсеса III готовилось покушение. Беспрецедентный случай, подрывающий все основы египетского государства. Очевидно, что фараон должен был умереть в Фивах. Факты свидетельствуют о том, что против него существовал заговор, но речь шла не только о выяснении отношений между ревнивыми царскими женами. Ставки были гораздо выше. Намечался настоящий государственный переворот. Согласно папирусу, Тии, одна из жен Рамсеса III, превратив Гарем в штаб-квартиру, руководила заговором. Сначала предполагалось убить Рамсеса III, затем свергнуть законного наследника Рамсеса IV и, наконец, провозгласить своего сына Пентаурета новым фараоном. Первая часть плана осуществилась. Они убили Рамсеса III и весть о смерти фараона облетела все уголки Египта. Пентаурет мог взойти на трон. Но этого не случилось. Документы свидетельствуют, что после убийства фараона заговор провалился. Заговор провалился в первую очередь потому, что был раскрыт. Случилось это из-за того, что сторонники Исиды и будущего Рамсеса IV скорее всего предупредили их о готовящемся покушении. Достоверно известно только то, что сторонники Рамсеса IV победили, потому что в конце концов именно он зашел на трон. Рамсеса IV это было беспокойное, страшное время. Он отчаянно стремился доказать, что в состоянии контролировать ситуацию, то есть достоин называться фараоном. Пентурет и другие заговорщики были схвачены. Это мы знаем точно, поскольку большинство обнаруженных папирусов освещает последовавшее судебное разбирательство. Мы знаем, что большинство заговорщиков лишились жизни, всем вынесли смертный приговор, включая царевича Пентурета, которого, согласно папирусу, заставили покончить жизнь самоубийством. Они расследовали его деятельность и признали виновным. Он совершил преступление, судьи доказали это, и неминуемое наказание допадет на его голову. Большинство его сообщников постигла та же участь. Других ждал менее суровый приговор, им отрезали уши и носы. расправа над заговорщиками должна была послужить уроком для других, поэтому приговоры были столь жестокими. Но что стало с главной заговорщицей Тии? Гробницу Тии так и не нашли, от нее не осталось и следа. Это говорит о том, что даже ее физическое существование должно было быть вычеркнуто из истории. Несомненно, ее приговорили к смерти. И в завершении всего в Папирусе обнаружился еще один сюрприз. Стала известна судьба тех, кто судил заговорщиков. Судьи провели процесс, вынесли приговор и привели его в исполнение, действуя от имени фараона и по его поручению. Но в итоге оказалось, что они не менее виновны, чем сами заговорщики. в наказание за то, что они проигнорировали данные им предписания, судьям отрезали носы и уши. Они вступили в связь с женщинами из Гарема, и за это их постигла жестокая кара. Сам факт заговора, а также число участников, говорит о высокой степени недовольства, а также об интригах и коварстве ближайшего окружения фараона. Новый фараон, Рамсес IV, должен был действовать решительно, чтобы завоевать авторитет. Он развернул активную деятельность, прославляя правление своего отца в попытке восстановить доброе имя своей семьи. Очевидно, что Рамсес IV вцепился в заговорщиков железной хваткой. Ему было необходимо, чтобы египетская элита восстановила преданность династии, представителем которой он был. Несмотря на то, что Рамсес IV выпустил огромное количество указов с прославлением отца и доказательством правомерности своего восхождения на престол, времена расцвета Египта миновали. Это стало началом конца Египта как великой мировой державы, а также концом Египта как государства подчиненного всесильной власти монарха. Рамсес III стал последним из великих самодержавных фараонов Египта. Их мир, все то, в чем они были уверены на протяжении столетий, разваливалось на части. Они взирали на величественные монументы прошлого, когда фараон был всемогущим, и недоумевали, что же произошло. Но мы, благодаря папирусам, знаем, что истинную историю древнего Египта на этих монументах не найти. Если бы план Тии осуществился, и ее сын унаследовал бы престол, все свидетельства его восхождения безусловно были бы уничтожены. Мы бы увидели на монументах лишь его изображения и высеченные надписи о его преданности отцу Рамсесу III, надписи о том, что он был избранным, и о том, что Рамсес III сам передал ему правление, а его мать была бы божественной матерью фараона. И кроме этого мы ничего бы и не знали. Композитор Джек Арнольд, операторы Дэвид Бейли, Дэвид Беннетт, Майк Читти, Аллан Смит, художник Имаджин Хэммонд, продюсер и режиссер Джонатан Хессет, производство BBC. Фильм озвучен объединением русский дубляж по заказу СТС в 2003 году.